Добрый день, уважаемые зрители. Канал ТВ-лайв начинает свещение Санкт-Петербурга. Прямо сказать, начинаем пока чуть-чуть раньше, чтобы показать, что здесь вокруг происходит. Здесь очень много сил полиции. Вот мы находимся на местном проспекте. Здесь собираются партистующие в поддержку Динары Идрисова. Вот видите, очень много сил полиции. Там даже автобака есть. Утобус, куда людей могут грузить. Личные эпитеты начали. Ну да, сюда подходим. У нас провокаторов никаких, пока вроде нет, но доски. То есть, народ собирается, но потихонечку убирается. Здесь площадь немножечко занята. Давайте посмотрим. Посмотрим. Но что же красается,反ом, как все? Пог Kanita Продолжение следует... 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 одновременно находящихся в данный момент в разных точках стабильного массового поля. И судами все это принимается без рассмотрения доказательств. Суды запрещают введение протокола, отклоняют все ходатайства, введение протокола судебных заседаний, я имею в виду и суды первой инстанции, не допускают все возможное, чтобы не допустить защиту, и в этом все участвуют и судебные приставы, и политика. Суды не дают возможности, не удовлетворяют ходатайство по введению аудио-видеозаписи, не удовлетворяют ходатайство по вызову свидетелей, как со стороны защиты, так и по вызову в качестве обвиняющей стороны, представителей полиции, которые, собственно говоря, все эти рапорты, все эти ложные доносы, потому что это иначе назвать никак нельзя, и написали. И суды происходят в ночное время, в принципе, достаточно на то причин. Тем, кто предстанет перед судом, не дают времени даже на привлечение на поезд защитника. И с ничем я была сама удивлена и поражена, но это скорее относится к судам, а к предыдущему пункту к поведению сотрудников полиции, где, когда людей задерживали группы помощи задержанных, у которых работал, например, прямо на Масковом поле, не давали возможности передать по полосу, где задержанные находились, пакеты документов, в которых была инструкция, как телевидение, куда позвонить, находились в планке доверенности на общественного защита, находились в ходатайстве о предоставлении общественного защита, о представительстве. Никого из представителей общественных наблюдательных комиссий не хотели допускать. Фактически в отделение полиции брались с боем. Единственное, что получалось сделать, это у кого хорошая спортивная форма, допрыгнуть до окон этого автобуса и вот этот пакет документов бросить в окно. Это не имеет уже никаких даже формальных признаков правосудия. Это уже не имеет никаких даже формальных признаков защиты законных. Это самое настоящее политически мотивированное расправление. И то, что она пока сейчас не настолько жестока, насколько это мы знаем по историческим различным документам, не означает, что такого рода факты должны уходить куда-то на периферию общественного внимания. И вот это крайняя мера, потому что голодовка, причем сухая голодовка, это действительно крайняя мера, которая при беге динаргитритов, она связана именно с несправедливым перекосом в акцентом того, что находится в поле общественного внимания на сегодняшний день. Для него важно, и для нас тем, кто сюда пришел, очень важно не только потребовать освобождения динары и диноза, который совершенно незаконно сейчас удерживается решеткой, но и переключить эти акценты, чтобы они стояли правильным образом. Потому что главное – защита наших собственных прав. Главное, чтобы каждый и знал, вне зависимости от того, поддерживает он каких-то политических лидеров, или он им не доверяет, вне зависимости от того, с чем он пришел, или не захотел прийти на массовое поле, или на другие акции, конечно, последнего времени, обладает правами. И эти права – священные. Даже если кто-то из нас выберет поддержку макаронного бога, это право будет. Может быть, не понят и не кем, но оно само почитает. Священные и неотъемные. И вот это сознание, оно короткет, оно доминанто для динары и диноза, как у нас настоящего предотвращения. И это же должно быть доминанто. Сегодня в инфраструктурном пространстве. Потому что все остальное, любые тонкости политических программ, якобы там президентом, президентом на президентской армии, любые сложности в отношении внутри оппозиции, это все вторичное по отношению к нарушению прав самих обычных людей, которые ни в коем случае не являются нищими бежками, нищими исполнителями. И чем скорее они это сознают, тем ближе будет свободно. Спасибо. Отдыхай. Тут подошли ребята к пробежке. Сомерс торгуешь. Сомерс торгуешь. Это подготовка. Это ребята, поддерживающиеся Мальцева. Артопготовка. Они сегодня пробежка. Как мы желаем. Прогулка, пробежка. Народа все больше. Люди собираются, собираются на Неском проспекте. Полиция пока опоренная, спокойная. Даже сказали, что никто ничего не нарушает пока, но посмотрим, что будет дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Это было одно из самых известных событий в Чисте. Позволяющий говорит о начале периода маршрута. Позвольте, что у меня сносите, что я не могу. Все необходимые люди гуляют, отдыхают в Невский проспект. И в то же время протест. Прямо, как и есть. Сиди Невского проспекта. Простер. Или в один конец. Или в один конец. Или в другом、 в один конец. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 В Санкт-Петербурге вязали сразу. Не давай даже выйдем. Вязали сразу. В Санкт-Петербурге состоялись чрезвычайные суды. В чем это заключалось? Это заключалось в том, что не допускались никто, кроме обвиняемых. То есть судья и не обвиняемых. При Сталине были тройки. Здесь один судья все решал. Защитников не допускали, адвокатов не допускали. И вот 22-го числа, когда Динару и Дритову каким-то там сверху видимо спущенным тайным решением было решено добавить двое суток за то, что он был в больнице. О чем ему, кстати, с утра уже сказали. И собирались его принести. Состояло заседание вообще судьи наедине с собой. То есть не было допущено даже обвиняемые. Обвиняемый Динара и Дритов не был доставлен. Присутствовали в назначенное время в Дзержинском районном суде. Адвокат, члены семьи Динара и Дритовна, а также сторонники. Многие из них здесь присутствовали. Мы прибыли вовремя на назначенное 17-м доседание. Сначала председатель суда Шашкин просил нас переместиться на другую карту и сам ожидать на себя. Потом вдруг случилось в течение одной-двух минут, Шашкин уже изменил свое осуществление мнения и сказал, что решение уже вынесло. И покиньте здание Дритовского суда. Что, собственно говоря, осуществление каждого специального института судебного суда. Один нас и всех, включая адвокатов, членов судебного суда, Динара и Дритова, вызвали на улицу. То есть, представляете, да, судья посовещала связи, она посовещалась сама с собой, была с удовольствием, и с вами присутствовали. Вот представшая картина, значит, судья устно зачитывает новое какое-то обвинение, сама его выслушивает, и да, там удаляется, в том уже не удаляется никому не вместо, но выносит через некоторое время решения. И все это, если суммирует то, что говорил при целях Шашкин, то все это произошло до минуты за ним. Вот. И таким образом у нас происходит правосудие. Я нисколько не надеваю, что это не инициатива самих районных судей, даже предприятия районных судей. Думаю, что это спущено сверху, что это такое демонстративное нарушение закона было осуществлено, было решено произвести, но, думаю, не ниже губернации. Может быть, даже и послыло сейчас как можно жестче и как можно бездаконнее разобраться с Петербургом, послыло. Было некоторое, так сказать, отступление полиции, как вы помните, там, в Москве, там, в Москве, там, полиция, там, настошла где-то без ОМОДа, контентующих. Вот, видимо, в Москве, на это было осуществлено, было осуществлено, было наглое, бездаконное, но слово правосудие применить неважно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я обречу вот эти представители для шоу. Вы тогда не повестите, как будто я. Это завтра пришли, вы видите, с двумя спасателями. Давай, я побежал, я расскажу. Ну, в общем-то, вот эти двух персонажей, я уже только что рассказал, хотя и не вернулся. Но хочу добавить, что пример Шашкин, Виктор Алексеевич, точно так же ответственен и за организацию чрезвычайного правосудия, так называемого кривосудия или левосудия, как еще Нинар Идритов это обозначил. Подождите всех участников всех заделок, чтобы сейчас зайдем в этот суд. К ним не подопустили никого. Что вы сказали, что иностранным гражданам нельзя, поэтому проверяют, да? То есть вы проверяете только строчку, где гражданство, да, написано? Смотрите гражданство РССР, Россия закрываете, да? Или фамилии смотрите, все остальное. Вот как вы говорите? С вами? Я к вам лицом не стоял, понимаете? Ага. Я заметил, что вы ко мне лицом не стояли. Это было сложно понять, что это было лицо или что-то еще. Видите, какая у тебя наступила? Да. А у вас там в Севастополе, да? Там вообще просто жесткость все, да? Нет, ну в Севастополе 26 марта планировали. А акция после просмотра фильма «Он он не демон». Удали заявку на проведение митингов в «Практик Победы». Ну, филипы хорошо думали, ну, не я по-дому, там будет перед ним. Ну, так часто голосовали, но так как у нас там, наверное, немножко детей, не поняли, что за акция, что и что зоуточки имеется в виду. Когда поняли, срочно обнаружилось, что в «Парке Победы» производится ремонт, масштабный, на всей территории, которая, естественно, там не проводилась. Так, а с областом они отнимели. И в Севастополе ничего не происходило. В Севастополе были еночные пикеты. Активисты там пытались выступить. Ну, и тут же задержали. Дмитриев Ессееву дали 15 суток, Алексееву дали 10 суток. В преддверии акции 25 апреля надоел. Диму и Алексея задержали просто все на улице, как только они вышли из дома. Хотя они вообще ничего не планировали. Они вот написали в подсеркет. Вот мы, естественно, общаемся. В 12 июня в Севастополе заявлялись четыре площадки. По всем пришелся в «Абгаз». Тоже «Парке Победы» ремонт. Там идет акция в «День России», там еще что-то. Ну, в общем, ничего не произошло. Но, скажем так, мы вышли в «Неккопейцы». С плакатиками встали возле «Накимова». Вот запомнили к затопным кораблям. Награпировались и выложили в соцсетях. Наверное, это важно, потому что знать, что в Крыму не только есть, ну, скажем так, есть сторонники оппозиции. В том числе мы эту позицию хотим донести до Алексея Навального. Несмотря на то, что он по Крыму очень-то посторонную позицию выдерживает, привезли бы такую же, как я на Лень держал по Брестскому миру. То есть и мира не войны, а мира спустила. То есть не признаем, не не признаем. Нас ошибочно было бы считать, что мы сторонники возвращения из-за Украины. Это не так. Мы считаем, что Крым должен быть в составе России. Но в России без Путина, без коррупции. И в Казахстане наблюдается конституция и закон. Понятно. Спасибо. Тяжело у вас там, да, тяжело. Крыму. Ну, есть у нас защитник Динара Дрисов. Один, хочу сказать, нет. Это человек, который приходил к нам на помощь всегда. Где бы мы ни выходили. Никто его, причем, вот я, пределец. Я не звонил, не звал. Он всегда все равно придет. Поможет. И, естественно, мне неудобно было там звонить. Он, знаешь, он сейчас достаточно залицо и немного делал. Но всегда приходил, всегда помогал. Поэтому сегодня я здесь и потому, что хочу сказать спасибо большому Динару Дрисову. Я выхожу его поддержку, буду уходить. Считаю, что в отношении его и в отношении многих уже, к сожалению, людей. Вот там, 12 июня задержаны ранее, начиная, наверное, даже не от болотного дела. Еще раньше у нас идут политические репрессии, политические допрещенные, получается. Один из них, Динара Дрисов, я надеюсь, что скоро выйдет. Вот. И сохраниться на дороге, несмотря на то, что держит. Я хочу сказать, что нам надо держаться друг друга, нам надо поддерживать друг друга. И стараться массово каким-то образом давить на эту власть. Я понимаю, что мало, конечно, мыслей власть так и слушать. Но, видимо, вот только большим количеством людей можно повлиять. Когда выйдут не тысячи, не десятки, не десятки, сотки тысяч. Нам что-то удастся сделать. Надеюсь, что это двузмирно, опять же. Но даже если это будет как в Украине, я, по крайней мере, на это готовлю. Потому что я не забываю, что здесь принесли власть. Еще там 6 лет, еще сколько-то. Я буду выходить, я буду стараться что-то делать. В рамках того, что мне позволяют, что отборствуют, что они репрессивно загрязывают. Спасибо тем, кто в бой, как и говорят о том, без уверенности отборить. Спасибо. 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 . Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Право. Он соответственно считает. Либо по месту совершения права совершения. Либо по месту жизни. На лицо нарушения совместных. Он не предали. Тогда я вошел в Галубокад. Я думаю, что это правда. Я думаю, что это правда. Откуда у нас прощаться...? Что случилось? Это правда. Это правда. Это правда правда. Я думаю, что в этом случае будет. Это правда. Как так можно было. Все это fireworks. Ваш сотрудник считает, что человек ничего не нарушает. Вы сейчас какой-то инструкцией руководствуете или есть личные предпочтения? Нет, вы подождите, у Вас сотрудник руководится законом, он сказал, что все в порядке. Почему у Вас другого? И что за закон? Закон, но не должен допускать толкование противоположных стоянных. И закон о мнении почему-то работает. Закон работает. А вот мне кажется, что это мнение, да, вот где-то. А вы скажите, что человек на руку, конкретно. Да понятно. Я полностью согласен. Какие вы, что они смогут назвать статьи? Не провокация, не как вы знаете, вы привлекает лишнее внимание к работе фотографа. Который ни ему не нужно, ни вам, ни там нет. Я просто упадет. Я просто упадет. Да и любой штат у нас упадет. Спасибо Вам большое за предупреждение. Ну, что вы хотите? Вадим, отойдите. Вадим, отойдите. Вадим, отойдите. Вы пойдете. Вы чего делаете? А если я отойду, там он упадет, сказать, что? Да. А если вы снимали по лету по верному призыву? Вадим, отойдите. Вадим, отойдите. Вадим. Пашин. Да. Вадим, из Гр�� Бонгал. Народная сумма будет стоять Дайте денег, все нравится, нравится Ну вроде конфликт исчерплен, пока Дай мне, ну что я подумал, как документ Дай мне, наоборот 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 Что здесь, похоже, будет с пончиком завершаться акция Как-то висит немногочисленный человек, наверное 30, 50 Ну Все равно актов, поддержка, динары, вроде притрой Что стоялось в Петербурге Болица не зверствовала, не злобствовала, никого не сдержали. Вроде все пошло достаточно спокойно. Термино-трансляцию тоже будем завершать потихонечку. Все вот отрелись и увидели, что были выступающие. Плакаты. Договорили паспыты. Просто расовцы реально были в комплексах. Они считали, что это буржурзин, не коммунисты, а тело ответственно говорили, что это провокаторами. Спасибо. Которые устроить не пойми, что это единый аэродрес, у Казараса сейчас. На свой подарен. Уразово не надо. Уразово не надо. Уразово не нужно. Уразово не надо. Уразово не надо. Мояяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя Афиньевская бетона. Термино .